Всем привет! Наконец-то долгожданный фильм, который вы давно уже ждете. Так что запасаемся вкусняшками и удобно размещаемся у своих экранов. Да это и так, Николаевский образец. Новая экспедиция порадовала большим обилием разнообразия находок. Монеты есть, много и всякие. Но один экземпляр удивил своим ценникам. Каталог показывает 400 тысяч рублей. Но она интересна тем, что смотрите, сверху имеется надпись 2 копейки. Ну и самое интересное разновидное 2 копейки с надписью на гурте «Московский монетный двор». В сохране ВФ составляет 400 тысяч рублей, в сохране ХФ 800 тысяч рублей. Вот теперь бы его продать. А из интересных, конечно же, находки с историей. Верховую, вот из этой ямки, за штук лопатки. Значит, фундамент не тронутый. Возможная перспектива пошурпить в месте. Всю информацию подробную я в этом видеосюжете приложил по поводу КПУшки. Ну а сегодня в рубрике «Находка с историей» попался нам интересный и загадочный предмет, дошедший до наших дней из древности, как КПУшка. Что же это такое? И для чего она использовалась? Это у нас ранняя, ранняя звезда. Откопали мы ранний вариант КАК, молодой страны. Датированный 1918-1922 год. Царская раскладушка. В 1800 году придворный мастер представил Наполеону первый образец в походной кровати. Император одобрил. Ну и как же без курьезов? Такого вы точно никогда не откопаете. Серебро, да. Я надеюсь, вы видите, что. Озвучивать не надо? Да, озвучивать я не буду, ребята. Приятного вам просмотра. Красота, не правда ли? Солнышко только надумало встать. Пробуждается. А мы уже в дороге. Второй час, да? Второй час едем в дороге. На место прибудем в 7.04. Через час. Час еще будем ехать. Впереди меня едет Михалыч. Позади нас Диман Стольятти. Ну а куда мы едем? Вчера ночью приехал Женек. Ночевал в гордом одиночестве. Так что через час увидимся на месте. Это где-то там, где встает солнышко. И так, ребята, теперь доброе утро. Приехал на место. Позади меня вон стоит машина. Здесь ночью приехала Женька с Камрадом. И ночью они покопали. Что отыскали, не знаю. Посмотрим. Затем вон там, неподалеку Диман приехал еще и Михалыч. В общем, толпа начинает подтягиваться. Будут еще машины. Сколько конкретно людей, не знаю. Но факт в том, что получится очередной слет. Слет колдоискателей. Место интересное. На прошлом копе без нас в среду Диман бутылочку Граха нашел. Пузатую. Достаточно интересная, ценная. Это одна из ранних бутылок Граха. Минеральные воды. И она хороших денег стоит. Ну а что я вам говорю. Давайте я вам сразу материал прихреплю по этой бутылочке. Если найдется что-то в интернете. А бутылочка, ребята, действительно очень интересная. И с очень хорошей историей. Бутылка с надписью «Заведение искусственных минеральных бот. F. Грахе». В центре Старой Казани, на улице Большая Проломная, расположилась аптека, возглавляемая А.И. Бренингом. А на улице Малой Проломной и поперечно Воскресенской улиц. А ныне улица Профсоюзной и Астрономической. В 1855 году была открыта одна из производственных аптек города. Основателем и владельцем которой был сын иностранца. Русский подданный. Калежский советник Фердинанд Христофорович Грахе. Имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных бот. Низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду, так и на различные прохладительные напитки. Квас, лимонад и сида. А в летние месяца минеральные воды в большом количестве поставляли в самые отдаленные приволжские города и южные районы России. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас отправляюсь именно вон на тот порядок домов. Там они огромные, просто огромные, ковыренные, но огромные. Может быть чуть позже зайдем в этот лесок, потому что лесок интересен тем, что в нем тоже находятся фундаменты. Деревня, улица уходила туда в реку. До того, как водохранилище построили, там тоже была деревушка. Ну а что и получится из этого, не знаю. Выход будет большим, то есть как минимум на две ночи, на три дня. А там посмотрим, может быть раньше свалим, устанем, накопаемся. Так что, приятного вам просмотра. Думаю, интересно, весело, однозначно будет, как и всегда. Итак, ребята, наши ряды пополняются. Приехал Серега Илюха, Игорек. Плюс вон там, смотрите, машина на горе. Видите, вон там на горе машина. Там еще три комрада. Два, два. Вот такой здесь фундамент. Я пришел поздороваться с пацанами. Они сюда подъехали. Но, вы знаете, я решил вам заснять первую и шикарную находку. Вот такой вот ход митинг. Ну а эта находка имеет военно-исторические корни. И давайте немного об этом я вам расскажу. В руках у меня эмблема от пряжки, датируемая с 1847 по 1933 годы. Помимо изображения королевской короны Пруссии с 1847 года, на пряжках ремня немецких военных в верхней части эмблемы полукругом была выбита надпись «Good Mittens», что с перевода с немецкого означает «Бог с нами». Впервые в истории в качестве боевого клича эта фраза использовалась в армии Римской империи и впоследствии в Византии. В Германии же первыми этим кличем использовал Тевтонский орден. В 1701 первый король Пруссии Фритрих I нанес эту фразу на обновленный герб королевства. С 1871 года, после объединения Германии, этот девиз был добавлен на императорские стандарты, а также он был нанесен на серебряные монеты 3-5 марок, а также на золотые 20 марок. Этот девиз начал наноситься на пряжках немецкой армии. Также этот девиз в русской интерпретации «С нами Бог» присутствует и на гербе Российской империи. С приходом к власти нацистов в 1933 году корона Германии на пряжке была заменена на нацистский герб в виде эмблемы Черного Орла. А надпись осталась. И эта надпись присутствовала вплоть до 1962 года, пока в немецкой армии не появился новый девиз. Вот такая история нашей находки. Видно этот трофей с Первой мировой войны. Надеюсь, было интересно. А сейчас отправляемся на шурф. Приятного вам просмотра. Отпряги с Первой мировой войны. Офигеть, вот это да. И это Михалыч, ребят. И это Михалыч. Красота. Вот эта находка. Бомба. Ребят, сижу здесь, с пацанами отдыхаю. Копают много, находок мало. Так что приходится снимать вот такие какалики. И это какалики Николая Первого. Копейка с серебром. Год, к сожалению, сказать не могу. Но факт зафиксирован. Копейка с серебром. Наверное, где-то 1840-е годы. Что там, Серый? Хрень, да, полная? Ладно. Здесь Илюха. Сегодня они кажутся с прибором, ребят. Каждый со своим прибором. И находок нет нифига, ребят. Нет у них нифига. С каждым прибором они какие-то безрукие. А что, блядь, мне пятаков не досталось. Пятаков не досталось. Помните, да, видеосюжет, где дележка была монет? Сережа, ни одного Катиного пятака не досталось. Там не два Катины было. Два. Там два. Один визит был, второй Катин. Оба Катины. Нет. Оба Катины. Да, Ань. Коня, второй вензит Катюш. Ну что, ребят, и у Люхи тоже находка, но находка... А вот такая вот. Здоровый. В сохране крест. Если это можно назвать в сохране, ребята. Ну, в сохране я имею в виду молитва. Молитва бодрая, а сам ужасный. На нем, короче, окислы. Второй чистый, но целый, видишь? Тебе там еще есть? Чистый, но... А, вот еще один у него была находка, еще одна. Но половинка. Вот такие. Видите, разница, да? Какая разница в крестах. Огромный и средний. Бывают еще маленькие. Ладно. Пойдет. Итак, ребят, Дженни позвал достать вот это. Смотрите, торчит горлышко. Ну, я сомневаюсь, что это какая-то древняя горлышко, но она целая. Там что-то... Ух ты! Она интересная. Ух ты, ребята. Да я этот, ты че? Ну ладно. Бутылка-то хорошая, ребята. Она ребристая. Она целая. Ах, какая целая бутылка. Я, короче, это... Ошибся. Это не советская бутылка. А может быть, ранее, ранее. Я такую форму первый раз вижу. Серый, смотри, какая бутылочка. Серый. Целая. Хорошая. Вот. Так что это зачетная бутылка. Женька, держи. Хорошая, 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 хорошая. Неплохо. Ребят, у Женьки там монетка. Монетка в камушке. Да! Видно. Вот, ребята, монетка в камушке. И сразу видно, что это формат Николая. Копеечка. А что за год? Мы сейчас вместе с вами узнаем. Николай или Александр? 1913 Александр. Ой, Николай. Вот такая вот копеечка. Хороший сохран. Хороший. Да. Неплохой. Незатертый. Ну, хорошо. Ждем, когда он тем вахмарки откопают. И пойдем на базу отдыхать. А то что-то без отдыха. Находка. Димана. Ай. Ничего, вижу. Ой, это Николай Второй. Финская. Да, финская. Одна-вторая копейки. Вот. Ну, к сожалению, ушатная. Это финская монета. Да. Вот такая малюсенькая монетка отыскалась на этом фуде. Год. Диман, разумеял? Нет. Не. Ладно. Зачет. Зачет. Н2. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками. Прямо любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, сопутки целая куча. По сопутке. Смотрите, каждую стекляшку берешь. Каждую стекляшку берешь. А она с надписью. Вот каждая стекляшечка с надписью. Так, что у нас тут? Это что у нас? BR, то есть братья, стол, кинд, Москва. Здесь у нас уксусная, с носиком, фиолетовая. Тоже была с надписью. Керамики полно. С надписью основной. Вот, целая бутылочка. Целую бутылочку. Еще одна. Царская горлышко. Царская донышко. В общем, ребят, керамики здесь всяко полно. Ну и железа есть. Встречается керамика кузнецовская. От лаптей даже валяется здесь. Вилка трехзубчатая. Ну, в принципе, керамики предостаточная, ребят. Вся красивая, железная. Так, это что у нас? Пиловарня. Москва. Т.Р. Бакановская, наверное. Вот, чейзи. Это, наверное, продолжение. Пиловарня. Ну, как-то так. Интересного ничем пока нет. Итак, ребят, ходил за камерой. На прошлом фундаменте я остановился. Здесь вот такой незрачный фундамент. Кем-то копанный. Вот. И верховой сигнал был. Верховой. Из этой ямки. Его, смотрите, видите, железяка. Да, ребята, железяка. Смотрите, какая крупная. И я ее переворачиваю. И тадам. Вот такая вот огонь. Вообще огонь. Вообще здоровый. Конечно, с утратами. Но это металлопластика. Как такое можно пропустить? Не знаю. Сейчас немножко я ее сполосну. Привяжу в порядок. И вам, конечно же, покажу, что за лейки. Диман, видал? Огонь, да? Не маленькая штучка. Да-да-да. Вот такая вот хреновина. Верховая, ребята. Просто верховая. Ищу фундамент для копа. И просто верховая. Я считаю, что это огонь. Святые лики, металлопластика всегда зачастую очень приятно полимать. Так что, ладно. Посмотрим, поживем и видим. Ребята, вернусь к своей створочке центральной. Смотрите, какой сохран. Вообще хороший. Я его полил ортофосферной кислотой. Не смотрите. Все лики видно. Вообще, значит. Верховую. Вот из этой ямки. Наштык лопатой. Значит, фундамент нетронутый. Возможно, перспектива пошурфить есть. Вот такой фундик. Посмотрим. Зашурфимся. Вещь огонь. Пацаны сейчас будет прям в восторге. Очень класс. Итак, ребят, здесь вот я поднял складень. Немножко углубился. Там кто-то шурфил. Там кто-то шурфил. там тоже. В общем, углубился немножко. Немножко. Но засыпка туда идет дальше. И знаете, выпала наконец-то монета. И радует, что эта монета именно смотрите какая. Щитовичок. 31 год. 15 копеек. Хорош. Нормально. зачетно. Сегодня монет у меня не очень. Но это приятная монета. Первая сегодня. Нормально. Зачетно. Итак, ребят, продолжаю шурфить. И прям знаете, выпало наверху. То есть на штыке лопатки вот такая лопатка. И эта лопатка коповушка. Интересная вещица. Если кому неизвестно, что это такое коповушка. Эта вещь предназначена для чистки ушей. Всю информацию подробную я в этом видеосюжете приложу по поводу коповушки. Ну а сегодня в рубрике находка с историей попался нам интересный и загадочный предмет, дошедший до наших дней из древности, как коповушка. Что же это такое и для чего она использовалась? История изучения коповушек довольно скудна из-за отсутствия исследований в этой области. Коповушка известна еще из глубокей древности. Если верить археологам, то первые коповушки появились еще во втором тысячелетии до нашей эры. По версии ученых, первые коповушки были сделаны из кости. Далее коповушки изготавливались из разных металлов. Помимо прямой функции вытаскивания серы из ушей, также использовалась в качестве амулетов. Коповушки подвязали на веревочке, на поясе, вместе с другими металлическими предметами домашнего обихода. Считалось, что их звон отпугивал злых духов. Также носились на шее вместе с крестиком. или девушки вплетали шнурки с коповушками в косы. Коповушки имели сразу три назначения оберег, украшение и предмет личной гигиены. Вообще коповушки очень интересный предмет для коллекционирования благодаря большому разнообразию видов, материалов и форм. Можно собрать огромную коллекцию. Бывают коповушки в единственном экземпляре, что делает их еще инвестиционным материалом. Вот такой простой и немаловажный предмет, который был с человеком с далекой древности и который изредка находится нашими братьями-комрадами по хобби. Надеюсь, история находки вам понравилась и вы поддержите лайком. Ну, а мы возвращаемся на шов. Приятного вам просмотра. А, кстати, а вы находили подобные предметы? Если да, то напишите в комментарии, какой формы он был, что изображено на ручке. Будет весьма интересно. слава. Слава. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это действительно лучшая находка Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что ладно Уже вечереет Я думаю скоро Пойдем на базу Ребят только подошел Даже вам обзор не показал Че нашли пацаны Знаете Как говорится О крупненько Вот она красавица Че за монета Да это пятак Николаевский образец Судя по рельефу Наверное Александровский Сохран Чистка покажет В принципе Неплохой Неплохой Вот А пацаны Вон там вон на поле ходят Там что-то взорную двушку есть Да Причем двушка там интересная Вот именно сейчас Именно сейчас двушка там Ализа поднялась Ребят находка Паши Который поднял с поля Вот такая Лиза Достаточно хорошая Но он ее лопатой засадил Да Но она интересна тем Что смотрите Сверху имеется надпись Две копейки Это одна из разновидностей И она является как бы Дорогой 1757 год И по Гурту надпись Да А по Гурту еще надпись Обычно сетка идет А тут надпись Ну да Надпись какая-то имеется Любопытная разновид Если информация есть Я вам приложу Елизавета Петровна Дочь Петра I И Екатерины I Вступила на престол Российской империи В 1741 году Но серьезные изменения В монетных делах Начались только В декабре 1757 года Когда был издан указ О выпуске монеты Совершенно нового образца Материал медь Диаметр 31 миллиметр Вес монеты 20,48 грамм Гурт сетчатый Но от зависимости от чекана Монета на разных монетных дворах Надпись на Гурте отличалась Монета этого типа С вензелем Елизавета I Производилась в 1757 по 1762 год Цена монеты 2 копейки 1757 года В нумизматических аукционах В значительной степени Зависит от состояния При оценке Не менее важным критерием Является разновидность По типу штемпеля Применяемых при чеканке А их было предостаточно Давайте в этом разбираться На аверсе монеты Мензеля Елизаветы I Представляющая собой Объединение буквы Е Елизавета И латинское П Петровна Повторенный В зеркальном отображении Наверху императриская корона По бокам указан год Разделенный на две части С 17 и 57 Окружает изображение Два венка Связанные между собой Бантом На реверсе монеты Помещено изображение Георгия Победоносца На коне Поражающий копьем Змеевидного дракона С крыльями Оборотная сторона Чеканилась Двух вариантов С обозначением Картриджа С номиналом Две копейки В нижней и верхней части монеты Монеты с обозначением Номинала в верхней части Имеют интерес И повышенную ценность Ввиду заметной Меньшего объема От чеканинок монет Этого типа Эта монета Производилась На Московском Санкт-Петербургском Сестрорецком И Екатеринкурском Монетном дворе Монеты этого типа Чеканили Как на гладких Кружках Непосредственно Перечеканы Из монет схожей Весовой нормы Пять копеек 1723 по 1730 Одной копейки 1755 и 1757 И шведского Два эре 1743 года образца Теперь давайте Разберем Каждый монетный двор И отличительные черты монеты Московский монетный двор Красный монетный двор В Москве Чеканил номинал Две копейки С 1757 По 1760 Год Монеты этого двора Отличались От остальных Крупным садником И крупной короной На этом дворе Существовало Два варианта Надпись номинала Под конем И второй Надпись Над конем Первый Чеканился С 1757 По 1760 С сетчатым гуртом И гуртовой Надпись Московского монетного двора Встреча монеты Московского чекана С гуртовой Надписью Екатеринбургского монетного двора являются неперегуртованной перед перечеканкой монеты 1 копейки 1755-57 года Екатеринбургского монетного двора. В монетах Московского монетного двора на реверсе номинал снизу можно выделить лицевую сторону раннего и позднего типа, определяемые по размеру короны над венделем императрицы. Ранний тип имеет узкую корону, тогда как поздний более широкую с большим основанием. На реверсе также разделяют на ранний и поздний вид чекана по всаднику. Поздний тип всадника выделяется своим выступающим вниз бицепсом на передней правой ноге у коня. Следующий вариант Московского монетного двора это надпись номинала сверху. Чеканился с сетчатым гутом только в 1757 году, только перечеканкой номинала 1 копейки 1757-го Московского монетного двора. Эти монеты встречаются довольно-таки редко и имеют высокую коллекционную ценность. Санкт-Петербургский монетный двор чеканил монету номиналом 2 копейки с 1757-го по 1759-й. Продукция Санкт-Петербургского монетного двора характерна всадникам меньшего размера и вытянутой по горизонтали корона над вензелем и метратрицей. Также подразделяются на два типа. Имеются отличия по гурту. Гурт сетчатый и с надписью Санкт-Петербургский монетный двор. Встречается с гуртовой надписью Московского и Екатерининского монетного двора. Являются неперегурченными перед перчиканкой. Второй тип Санкт-Петербургского монетного двора номиналом сверху чеканился сетчатым гуртом только в 1757-м году. Только перчиканкой номиналом одной копейки 1757-го. Эти монеты встречаются довольно-таки редко и имеют высокую коллекционную ценность. Следующий разновид печатался в Сестрорецком монетном дворе. Оружейный завод чеканил монету в 1757-м и 1758-м году. Своих штемпелей на этом монетном дворе не изготавливали. А монета чеканилась из штемпеля, присланный с Санкт-Петербурга. Изготавливались монеты посредством перчикана шведских монет номиналом 2 эра, образца 1743-го года. Монета этого двора чеканилась только с вариантом номиналом снизу, с сетчатым гуртом. Эти монеты встречаются довольно-таки редко и имеют высокую коллекционную стоимость. Екатеринбургский монетный двор. Монета чеканилась с 1757-го по 1762-й год. Монета этого двора характерна крупным всадником с округлым набалдажником в верхней части копья. И вытянутые по вертикали короны над вензелем импротрицы. Также имеются два типа. Номинал над конем и под конем. Номинал снизу чеканился с 1757-го по 1761-й. Как с сетчатым гуртом, так и гуртовой надписью. Номинал сверху чеканился с 1757-го по 1761-й год. Как с сетчатым гуртом, так и с гуртовой надписью. Этот вариант встречается ощутимо реже. Вы, наверное, сломали всю себе голову с этой монетой. Но, как показала практика, наиболее простым признаком определения монетного двора является корона. Различаются следующие типы. Это Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор, Сестрорецкий монетный двор и Екатеринбургский монетный двор. Ну а сейчас давайте о цене этой монеты. Как вы поняли, существует два типа монет. С надписью номинала под конем и над конем. А также мелкие подразновиды, которые делают каждую монету уникальной. 2 копейки 1757-го года надпись номинала под конем. Начинается от 300 рублей. И в сохране XF составляет 4000. Это самая частая находка. Следующий разновид. Это перечеканка из шведского 2-эра. Гурт сетчатый. Цена от 15 тысяч и в сохране XF 80 тысяч рублей. 2 копейки гурт с надписью Екатеринбургский монетный двор. В сохране VF 2000. Ну а сохран XF уже 9 тысяч рублей. Цена на двушку с надписью на гурте Московский монетный двор не отличается от Екатеринбургского монетного двора. Также составляет в сохране VF 2000, в сохране XF 9 тысяч рублей. Второй тип более интересен надписью над всадником. Гурт сетчатый. В сохране VF 2,5. В сохране XF 15 тысяч рублей. Двушка с надписями на гурте Екатеринбургского монетного двора. Оценивается в сохране VF 600. В сохране XF 8 тысяч рублей. Ну и самые интересные разновиды 2 копейки с надписью на гурте Московский монетный двор. В сохране VF составляет 400 тысяч рублей. В сохране XF 800 тысяч рублей. Следующий разновид это с надписью на гурте Санкт-Петербургский монетный двор. В сохране VF 600 тысяч рублей. В сохране XF 900 тысяч рублей. Вот это я понимаю. А мы ведь находили такую монету. Вот вам и этому доказательство. Честно тем, что смотрите, сверху имеется надпись 2 копейки. А вы находили подобные монеты? Какова их судьба? Так что неплохо. Пойдет сохран для Лизы. Это очень хорошо. Ну, лопатой ты не сильно засадил. Просто немножко срезал рельеф. А так почистить, заэкатинировать будет нормально. Все, хватит. Ух ты че. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео. Выписали. Заранее спасибо. Итак, ребята, вот так вот разработали здесь пацаны фундамент. И по находкам. Что интересно могу отметить. Вот такая бутылочка. Уксусная. Это раз. Затем вот такая вот. Маленькая. Маленькая. Но факт в том, что... Фу. Но факт в том, что она с орлом. Маленькая с орлом. Так, ну это... Вы должны знать. Пряслица. Так, что здесь? От свистульки. От свистульки. Затем вот такая вот стекляшечка. Интересная. Ну и по монетам. Немножко монет они тут нагребли. Что за монеты, не знаю. Вот вижу, что вот пару. Это деньга. Деньга. По размеру двушка. Николаевский образец. Это у нас, судя по всему, царица полей. Двушка Александра. Копеечка. Николаевская. От манисты чего-то. Ну, как-то так, ребят. Пятнашка советик. Вот как-то так. Пойдет, пойдет, пойдет. Итак, ребята, у нас уже темнеет. На поле, видите, огонечки. Туда уже ушли так далеко, пацаны. Вот некоторые у нас уезжают. Это Диман уезжает с комрадами. Женек с комрадами. И я решил при цвете фонарей вам заснять нечасто. Сегодня у меня монетки выпадают. Но это монетка размером... Ой! Размером с копейку. Что за монета? Ну, это и есть копейка. Копейка. Год сказать не могу. Ну, ладно. Копеечка. Зеленая. Зеленая она была. Итак, ребята, у нас уже темнеет. На поле, видите, огонечки. Туда уже ушли так далеко, пацаны. Вот некоторые у нас уезжают. Это Диман уезжает с комрадами. Женек с комрадами. Итак, ребята, у меня находка. И находка очень приятна тем, что, ну, просто не ожидал. Просто не ожидал найти. Сначала я вам не снимал. Думал, какая-нибудь, знаете, типа звезда, октябренок или что-то в этом роде. Но я аккуратно тер центральную часть. И смотрите, что у нас там. Смотрите, что у нас там. И это у нас ранняя, ранняя звезда, где в центре имеется серп и плуг. Не серп и молот, как раньше. А серп и плуг. Находка вообще огонь. Это ранняя. Период 22-23 год. Откопали мы ранний вариант кокарды. Молодой страны. Датированный 1918-1922 года. На звезде молот и плуг. В дальнейшем плуг заменен на серп. Как вы видите, звезда выпускалась всего 4 года. И это ее делает ценой. Звезда ВМС РККА. Звезда Краснофлотца. Также просуществовала до 1922 года. В дальнейшем появилась всем известная звезда серп и молот. Стоимость обычной кокарды составляет от 500 до 1000 рублей. Но вариант остроконечный уже превышает. И цена уже внушительна. От двух и выше. А сейчас возвращаемся на шов. Находка просто сногсшибательная. Вообще классная. От души земляному деду спасибо. итак ребят у меня находка но тут пацаны подошли именно к находке это у нас N1 и по размеру я сразу понял по толщине что это царская это денежка 1850 какой-то год вы видите что-нибудь 50 нельзя рычи что-то 50 50 55 похода интересная монета вот и пацаны пришли с поля там у них какие-то интересные находки вот смотрите вот у Санька смотрите читайте внимательно смотрите что написано читайте внимательно что на персте написано серебро да я надеюсь вы видите что озвучивать я не буду ребята пизза и вот здесь вот с другой ай с одной стороны вы уже прочитали да прочитали да что с цитой написано видите да с левой стороны пизза а с другой стороны читайте я не верил только сейчас поверил что написано на нем охренеть вот серебряный персень ребята да кто такие носил ребята смотрите да на персень написано это не мы на корябле ребята это так и есть вот это да вот это персень да находка дня офигеть пишем пишем комментарии ребята что вы думаете по поводу этого зачетно дальше с поля с поля еще было несколько монеток лиза лиза затертая копейка николая николая и еще одна упала тоже четвичок 15 копеек ребят если честно говоря не густо не густо но не пусто до персень вообще зачет так у тебя чем серебряный крестик и двушку смотрите какой сохрану душка 24 сохран просто огонь и крестик серебряный какая проба читаем 84 царская 84 проба вот так вот пацаны погуляли держите итак ребята доброе утро сегодня у нас новый выход новые интересные находки приключения нас ждут все разбежались лагерь абсолютно пустой вот приехал вчера костяноч вечером с кем мы начинали в свое время копать в общем сейчас мы отправляемся все находятся в разных местах серега и с илюха до сих пор не дает покоя который был на прозапрошлом выезде костяноч приехал яндекс вот михалыча рядом и еще два камрада в сторону пошли мы же сейчас тоже пойдем искать с михалычем фунды вот михалыч зашурфился сейчас я зашурфлюсь какой фундамент начнет давать на тот мы кинемся ребят пришел снова я зашурфился вон там он пришел сюда вот заснять находку михалыча тоже приятная сохран хороший 1916 год две копейки николая смотрите бодренький бодренький будет результат монета превосходная ну михалыч пока сегодня лучший чемпион как говорится чемпион и так ребята михалыч монетку еще одну дернул с этого фундика уже две да так две копейки тридцатого года вот такая вот монеточка ну нормально лучше чем вчера ночью дали итак ребят решил отдохнуть от шурфа здесь вот такая черная полоса видите распашечка и вот такая зеленочка капки вот эти вот вчера пацаны ночью делали все прикопаны и вот смотрите вот такая кучка здесь металла хорош металл хороший да надо походить тоже создать такую же кучку пошли кинк искать наш металл и так ребят в этой деревне дома тоже есть там внизу но на этой улице один последний дом я сейчас хочу в него наконец-то зайти посмотреть что там камрад местный здесь шурфил его говорит там серебро подымал и чё-то знаешь мои пацаны в количестве двух штук уже находится в нем около часа что они там делают не знать шуфленая иди ко мне и хочу вам сказать копатель кто копает здесь осторожнее будьте насчет церкви по ту сторону дороги в том что здесь везде имеется фото ловушки помните как-то вам говорил чуть какое-то подозрение что на столбик камера так что реально это была камера и еще пацаны сказали что фото ловушки стоят еще и на церкви я чуть на церкви не видел хорошо что и около церкви не копал там археологи установили арх объект охраняемой территории 150 метров ребят я подъезжал человек приехал на родину до семи лет он жил вон в том доме до семи лет и говорит тут на этой улице было всего здесь дом два дома здесь и вот и его этот последний дом стоит вот там были элеваторы он говорит в лесочке еще был дом куда не за молоком ходили вот 7 лет сейчас ему сколько ну мой ровесник так что семь лет это восемьдесятые вижу вот в домика подошел в домик конечно копаный перешифрованный пацаны соседней копают ну и здесь смотреть закладные смысла нету потому что нижние венцы сгнили и уже вставили блоки то есть закладных здесь нет итак ребят фундамент как бы тяжелый тем что сюда я начал туда бросал сюда бросал он такие вот хреновины смотрите таких вот хреновины здесь полно сюда я прекратил шурфить потому что я делал здесь проверку здесь шурфили грунта обваливается вот и я переместился он в тот уголок в этом смотрите попали попался такая вот гнилая ветошь видите да это наверно как это туре марли туре занавеска тюль вот и сейчас вот тут чуть непонятно сигнал был выковырил выбросил чё-то были не пойму сигнал продолжается осень и вот так вот выпал вот так вот я думал это тоже тюль прозвонить начал а и 35 не тюль это ребят цепочка эта цепочка и скорее всего это наверно от лампадки надеюсь в этом углу будет продолжение лампадки но цепочка длины сейчас я ее распутаю тут же ребята прозвонка я цепочку показывал и следующая прозвонка даже не выкопал выпала монетка да ладно ребята серебро 10 копеек 29 год прикольно прикольно я из своего шуфа вышел пришел в домик а в домике пацаны а ух ты как они тут сгубились с верхней надписью тоже видишь оба ребята вчера мы такую же подумали на поле с надписью наверху это разновид достаточно дорогой ой а сохран то какое 59 год сиськи стеклянные нужны у нас есть нормальная зачетно здесь у рекса материки не засыпка кончил еще глубже засыпки на штык взял но здесь вот царь тигает ладно идем одна монета вот фоказе 2 на 2 1 но я думаю на того стоила да такая монета на того стрела ладно пойдем итак ребят михалыч вот такой экспонат у нас выкопал причем экспонаты царский царская раскладушка он ее не ломает ребята он пытается ее сложить я сначала когда он тащил ее сюда думал целую выкопал она была в сборе сложно даже он не сверется хочу приду сломать михалыч чтобы вести вот здесь собралось вы спросите от чего у меня такой восторг это же обычная раскладная кровать раскладушка но никто из вас не задумался когда первый раз она появилась оказывается этой раскладушки несколько тысяч лет а именно прототип современной раскладной кровати был изготовлен три тысячи триста лет назад и считался предметом роскоши сегодня в аристократическое прошлое раскладушки верится с трудом былые времена чуть ли не каждая уважаемая себя советская семья имела в своем арсенале эту конструкцию из алюминиевых трубок пружин и куска брезента утверждает что раскладушка ведет свою родословную от вполне конкретного исторического персонажа египетского фараона тату хамона его границы были найдены эти кровати и ученые уверены что действительно имеют дело первой в мире раскладушки этот предмет роскоши в истории всплывает и у наполеона в 1800 году придворный мастер представил наполеону первый образец походной кровати император одобрил в 1808 году проходила встреча наполеона и александра первого российскому императору продемонстрировали складную походную кровать ее конструкция привела александра первого в восторг и одну такую кровать подарили царю на походных кроватях наполеон спал во время многих военных походов у наполеона было 15 таких кроватей три из них остались у нас в россии они являются нашими трофеями при отступлении французской армии русскими войсками была отбита часть императорского обоза где и были эти походные кровати одна из них хранится в историческом музее и представлен вашему вниманию однако мягко император любил поспать на такой же кровати он и умер на острове святой еленой как ни странно будет это звучать но раскладушка впервые появилась еще до наполеона у нашего царя павла первого а он правил с 1796 по 1801 год вашему вниманию предоставлен раскладушка кровать павла первого из михайловского дворца санкт-петербурга возможно именно на ней он и спал свою последнюю ночь а вот кровать николая первого из дворца коттеджа в петергофе и тоже раскладушка каково же было мое удивление когда в царском селе я обнаружил подобную же раскладушку кровать александра первого а если копнуть поглубже и заглянуть спальню елизаветы петровны этот интерьер стал опочеванием не только для екатерины второй но и для ее внука александра первого обратите внимание на шикарную кровать это же раскладушка вам не кажется это странно глядя на эти украшенные золотой лепниной с огромными потолками залы и просто недоумеваешь а вот николай второй спал хоть и на скромной но уже на железной кровати ну давайте подведем итог на руси раскладушка появилась задолго до наполеоновской походной кровати наша находка удивительно ценный экспонат и место ему в музее и в моей рубрике находка с историей а сейчас возвращаемся на шорф приятного вам просмотра да такой не часто откопаешь ребята вещь вещь обращайтесь михалыча отреставрирует и будете и будете от любовниц сматываться на таких раскладушках спать в машину такую-то раскладушку будет сложно а там может постучать ладно на обед мы пришли на обед дорогой подписчик здесь отключение монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо и так ребят вторая находка даже третья визуальная смотрите как она тут лежит ребят я еще ничего тут не трогал надеюсь эта монета это пятак николаевский образец я глянем год тысяча восемьсот восемьстретишь и а семьдесят третий пятак александровский зачетно 20 подряд класс так живет михалыч с почином только что двушку поднял советик а у меня пятачок пятьдесят шестой но сохран хороший ванна хоть монеты дух михалыча масончик да ладно смотрите какая крупная монета 1839 год а сохран ну хорош хорош вообще сохранить итак ребят михалыч покинул видите да пусто и он решил на посошок походить по верхам как говорится опыт не пропьешь залез масон шикарный вытащил и все так у меня монетка до этого было еще несколько советиков неинтересных трешка копейка от пятачок пятьдесят второй год пойдет за кучкой здесь это запутка что-то интересно какая цепочка возьмем кстати жалко обломанная свистулька ребят есть жалко обломанная но у меня есть видео где я копал землиным дедом я вам показывал целый экземпляр и как он красиво поет это очередная находка ребят пойдет в крыльеведческий музей при школах не обессудьте я не музыкант не пообрезгуйте не поленитесь сходите посмотреть этот видеосюжет раньше этого и услышите как он красиво да и как я умею свистеть ребят сережка серебряная серебряная сережка целая причем прикиньте работает работает зачет забираем прям на грани еще чуть-чуть она туда у меня свалилась прям на грани где катушка там был сигнальчик ну что ребята очередная наконец-то царская а то я что-то устал советы дергать и такие всякие это у меня сегодня они за этот выезд 2 монета денежка 1851 год н1 говорят она реже встречается до сер я думаю мы здесь может ночью до останемся время сейчас идет да да ребята вы уже видите у нас уже месяц в полном знаете на пасашок наверное я тоже пойду пацаны ушли на базу и у меня судя по всему этот трешка ссср трешечка не знаю но вы наверно уже знаете ладно стеночки подровняю приберу за собой тоже на базу и так ребят стенки подрезая выпала еще одна монета 2 копейки год-год утра не поздний надо глянуть это точно последний монеты я ухожу уже как бы холодно пар за рта исходит так 35 ладно все идем на базу костров на базу пойдем 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 да ребят подошел к завершению вторая часть не знаю будет 3 нет завтра будет видно у нас серега да ребят представляете пьют чай ничего больше не хотят вопрос почему пишите в комментариях почему мы пьем чай у нас два камрада до сих пор гуляют а мы греемся и так ребята ну что давайте подведем итоги сегодняшнего дня откопались сегодня в принципе неплохо но пацаны недовольны сейчас посидели за костром обсудили завтрашний план все-таки завтра коп тоже будет посмотрим зашурфимся если находки будут то продолжится будет 3 часть ну а сейчас что ребят что у нас было сегодня интересного это же конечно же лизина двушка именно разновидность дорогая серебрухи все у всех были сегодня десятки-двадцатки сссеровский царей не было дальше у михалыча выпала двушка шикарного сохрана это масонская 1839 года у меня пятачок александровский бодрый хороший колечко серебряным я тоже выскочил ну в общем монетки есть были достаточно неплохие ну а сейчас все спать за бортом холодно наверное сегодня придется греться от печки так что погнали завтра видео продолжится итак ребята доброе утро начинается новый день новое приключение костер у нас горит кофеёк попили дошек закусили кое-кто у нас только просыпается естественно это костяноч самый самый сонный человек вот сейчас я пойду разработаю новый фундамент если фундамент нормально будет давать то мы немного задержимся если же нет то поедем отсюда потому что сегодня уже под пошли третье сутки вот все что интересное было вы увидели в первой и второй части а в 3 ну сейчас только начнем что погнали что получится вы увидите приятного просмотра ну что ребят вот сегодня будет новый мой фундамент здесь вот разрабатываться попытался здесь камни 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 решил уйти в центр там более-менее нормально выпало конина то есть сигнальчик был выпало конина думаю были печалька что конинка и для прозвонки еще выбросил один сигнал суда думал это один и тот же нет выпало здесь конина обычно и выпало интересное интересная пуговка хорошая пуговка тем что нестандартный нестандартная орляночка сейчас вам покажу у ребята чем она хороша чем она хороша вот вся красота красивая пуговка целая из толстого металла ушку на месте день задался нормально уже пацаны пока мы сидели там кофеек пили пацаны поковырялись на фундаменте где-то около часа одна конинка и уехали на поле и больше не приедут скорее всего оттуда в обед уедут и костян саньком мы остались как бы втроем они маньяки насчет шурфов ну пойдет первая находка зачет да кстати если вдруг у вас попадается на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить датировать ее то я вам рекомендую вот сюда группа в к где вам всегда помогут ссылка под этим видео в описании и так ребята что продолжаю шурфить вот смотрите он нальет монета я сразу знаю что это советская потому что как бы я увидел копал видел сохран вообще хороший 26 год почему не 27 почему они у меня не попадают вот в принципе нормально такой бодрый кругляшочек 26 год вот и хочу вас спросить вот смотрите видите вы вот на этом через камеру что нибудь какой-то силуэт смотрите это у нас не какой-нибудь свинец или олова это что-то было медное оплавилось но рисунок как вы видите наверное не знаете нет рисунок какой то есть то ли орел то ли что но что то есть здесь видите тоже навершие круглые пишем если кто-то что-то разглядел также запуточку такая вот здесь у нас написано фарбук фарбук а с этой стороны на нас написано агарн чё за хреновина не знаю внутри пустотелая здесь вот такой вот конец чего такое не знаю фарбук и агарн может быть я узнаю если вам лень искать я постараюсь найти копаем и так ребят вчера михалыч пытался зашурфиться здесь снимал на штык лопаты но засыпка здесь было как он сказал на штык лопаты и все выдвинул он версию что это была баня я сомневаюсь здесь он вытащил двушка и 10 копеек двадцать девятого года я решил здесь походить потому что отчетливо видно что это дом причем дом был большой здесь может быть засыпка и на штык лопаты но вот здесь вот наверное глубже здесь холмик возможно печь и первый сигнал который я зацепил верховой верховой вот она это 15 копеек двадцать пятый год вот такая монетка интересная хорошая приятная серебряная сегодня первое серебро вчера было дорогой подписчик здесь отключение монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо итак ребят смотрите какая бутылочка king нашел смотрите какую бутылку king нашел а пузырь заведения искусственных минеральных вод граха казань вообще зачет ладно шучу это санька откопал бутылочку и вот очередной сюжетик исторический его прикреплен вообще зачетная бутылочка вот что надо было искать стекло там пацаны тоже собирается уже с поля я позвоню узнаю как у них результаты что пацаны дождались сегодня царя это у нас копейка николаевская 1900 год прям бодрячок бодро нормально че ребят здесь вот такой шув разработанный его шуфят уже второй день 2 выезд касян че общее количество монет сколько здесь получилось больше сотни монет они решили докопать конечно уже шурфят придумок участки придомовые смотрите какая сопутка здесь много вкуснятина и цветное стекло и с надписями сталкин стал бы братья сталкина москва черная керамика фарфор коричневая бутылки аптечные почти с надписями ну и такого еще зеленая промо что такое но но вот видите это бутылка смотрите заведение искусственных минеральных вод граха ребята целая бомба зачетно класс целая без сколов ладно присоединюсь я к ним посмотрю через будет на пасашок и так ребят хотела вам показать на пасашок монету но монета как-то не высколочила пуговка гирька у меня только и все где копал присыпал достаточно нормальный ям нету так таковых глубоких как например на соседям смотреть кто-то шурфил и ям огромная была вообще увидишь весь фунт как бы присыплю с собой кстати сейчас вот пойду там где-то фундамент имеется и там короче прям это кости по ходу крупный рогатый какой-то ногу сломал и помер целый выводок санек они на тебя идут я думал свиней вообще сначала смотрю блин кто-то свиней выпустил нас да да у как как раз на меня вышка здесь не обосрался он и идет на меня главный а чего не вообще не боятся ничего совсем ну что ребят пришло время с вами попрощаться сейчас видео обзор сделала того чего мы накопали правда показывать не особо много чего есть потому что нас осталось только трое вот пацаны сейчас обедают и снова отправиться шурфить не знаю как мне будет результат и думаю чем тебя стрелит в общем сейчас находки покажем что откопали зачетно получилось и 1 2 3 часть в итоге нормально у нас сегодня санек первый раз найду санчо хочешь сказать про наш коллектив вот лицо не показа потому что как бы есть люди которые неохотно афишируются вот костяныч норм норм рот забил и кушает в общем у нас всегда весело у всегда интересно коллектив у нас добрый никогда никаких проблем пока не было но все сейчас находки ну а по находкам ребят у нас получилось неплохо показываю находки те которые остались камрады остались костян и санька как-то так давайте отмечу только интересные находки так левая половина моя находок правая половина это санька и костяна давай по бутылкам пробежимся бутылка обычная стандартная царская бутылка нестандартная скорее всего мазь царская бутылка нестандартная микстура еще одна бутылка квадратная тоже микстура и изюминка сегодняшнего выхода сегодняшней части 3 части вот такая целая без сколов бутылка граха такая красотулька дальше красотулька вот такие две свистульки раз это свистулька рабочая работает дальше из крупного вкусного конечно же у меня вот такой вот верховой это одна из творог но и сточили здесь вот было ли петлицы то есть это правая часть от большой створки очень большое количество святых ликов очень приятная находка дальше вот такая вот пряжка была ее михалыч подарил костяныча как подарил обменял на пряжку первомировой тома немецкую которая михалыч нашел только верховую часть дальше смотрите у меня вкусняха вот такая вот приятно это звезда самая первая звезда молодой советский власти молот ведь мол да и плуг дальше ребята серебро раз колечко серебряные вот там даже пробы есть зачета я не знал пробы серебро 1 серебро 2 серебро 3 серебро 4 4 серебрухи дальше пуговка тоже сегодня выскочила зачетная по царям по царям чё хочу отметить конечно же так неплохой бодрый и две монеты интересны тем что не копейки ничего а денежки 1850 1 и вторую вторую я как бы не разглядел 1800 какой-то тоже 50 57 что если важно советы все банально и таки раз два три 4 5 6 пятаков вот такой печальный крест он был весь горелый прям кусок горелой фигни вот я немножко его вот так вот под ушатал ничего страшно почищу и мы его спаяем вот такая интересная штучка давно и таки не подымал и так к паушкам ну с другой стороны что у нас интересное конечно же вот это вот тоже вчерашняя изюмина читайте что написано сверху видите и переворачиваю здесь тоже видите да обалденный обалденный причем размер маленький может быть женский замочек братич линь или охарёв латунный дальше советы все банально царик 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 вот на лиза немного затертая но она обычная стандартная лиза ребята и необычная нестандартная лиза вы только посмотрите в чем разница здесь наверное да наверно видите видите поверхность стране коника имеется надпись две копейки здесь надписи нет переворачиваем это нас тысяча семьсот пятьдесят девятый здесь не разглядеть то есть вот эта монета посмотрел костяныч в каталоге не в каталоге а проходы на аукционах 10000 дальше аж мордочку пробежимся пуговки гирька раз-два-три манжетные пуговка интересная интересно тем что ранее железнодорожная вот и у нас была дискуссия по поводу по поводу вот этой вот только карта я предполагаю что офицерская карта а так не знаю вот в принципе вот так вот у нас получилось на троих ребята на троих остальная команда сожалению раньше уехал я общий обзор не сделал такую штуку заметили этот шприца это за . вот так вот красиво все обзор сделал пацаны еще оказывается остаются санек закрывать сезон сегодня будет потому что он уезжает на вахту так что они сегодня опять допоздна ну все ребят на этом и все всем пока до новых встреч ребят еду домой и здесь дома офигеть здесь дома там 4 дома стоят я конечно камеру с собой не взял или заснял там прям такие богатые домики я вам хочу сказать и вот на последнем доме я решил заехать посмотреть как обстоят дела вот тут холодно так ну я так понимаю здесь копали все полы сдернуты это подвал подвал дома не знаю что нашли здесь но потолок смотрите битой цемент цемент значит этот дом не настолько древний как хотелось бы мародеры и все забрали железяки еще валяется дальше еще есть дома я конечно выходить не буду в те дома но здесь сейчас здесь наверно погреб бог а джигара 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 и туда еще несколько джигара опа на смотрите 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 ребята снова снова кабаны и вон они йоркин кот стадо опять ребята вон они кабанчики ближе не приезжаю потому что они сейчас разбегутся может быть вот они кабанчики кабанчики а Продолжение следует...